Поздравить вас с победой, не галстук, все-таки команда подарила. И начало сезона все-таки положительно начали. Комментарий к матчу тогда вопрос слушаю. Спасибо за поздравление. Приятно было сегодня и болельщикам. Поздравляю руководителей, все команды. Поздравил победой. Это важно на самом деле. Потому что, не знаю, наверное, это поднимает, дает какой-то жизненный тонус, да, когда вот праздник, все-таки она есть, это победа. Что касается самой игры, ну, тяжелое начало было. С чем связано? Ну, наверное, первая игра, пока суммонная такая была. Переиграли нас на стандартах. Прямо за двух первых двух не разобрались немножко. Ну, а так, в целом, наверное, боевитая игра такая была. То есть, мне кажется, вариант стал посильнее, чем был в плане единоборств, в плане мощи. То есть, играли где-то временами даже очень жестко. Но выдержали. Самое главное, что есть характер. Не опустили руки, проводили хорошие атаки. Я считаю, что могли еще, наверное, два гола забить таких после хороших атак, которые не получились. Ну, и в конце, конечно, могли пропустить. К сожалению, хорошо, что так не произошло. Потому что момент был. Наверное, подсели, потому что взамен все равно, пока вот ребята не играли на это, скажем так, долгое время. Наверное, нужно привыкнуть, адаптироваться. Сказали, что могли пару раз забить. Наверное, один из них, это вот Архипова, не уйду. Характеризует... Ну, и ваш комментарий про его игре. Все-таки новичок команды, что равенские болельщики представляют на кого. Ну, скажем так, потенциал у Артема хороший. Это видно и по тренировке. Дальше все будет зависеть от него. Но сегодня, поверьте мне, он был гол. Да, один гол мог еще забить, не забил. Ну, я думаю, что будут такие забивать скоро. А так исполнил выход один в один из два года. Корпус поставил свое время. Потом реализовал этот момент. Тяжело было бороться, наверное, потому что все-таки там защитник попался более амбаритный. И верховую борьбу выиграл. Что не свойственно все-таки. Семен Синявский по грамотам пока действовал. Ну, на того его в плане приема мяча спиной. Ну, поработаем, в любом случае будем работать над этим. Вышли на поле из любительской команды враги, а не как? Ну, я уже говорил, что сложно, наверное, вписаться. Ну, в любом случае старались. Что-то получалось, что-то нет. Сейчас в горячих следах сложно проанализировать все действия, правильные или неправильные. Где-то получалось, где-то нет. Но еще раз говорю, что нужно адаптироваться. Время будет. Вопрос, пожалуйста. Накануне сезона Динам-Брянск кардинальный состав поменял. Насколько тяжело было подготовиться? Да, если честно, не как бы подготовились. То есть не было возможности. Даже я открывал какие-то... Хотел найти какие-то игры, даже в «Коскалмоне» они играли. Ну, никакой информации не было. К сожалению, сложно было подготовиться. Ну, реально. Какие-то... Я просто знал, что ребята будут биться. Потому что «Софера» очень же здесь настраивает очень хорошо команду. Это очень хороший, сильный мотиватор. У него просто так не забалуешь. И я знал, что будет играть такая же жесткая. Что я продемонстрировал сегодня играть. А в плане того, кто нашел способен в одном компоненте, не было возможности подготовиться. Для вас это особенный матч был, учитывая интервью в предматчево-решево? Ну, матчи все особенные. В любом случае, это независимо. Те дела прошедших лет... Нет вчера, есть и завтра, сегодня. Поэтому идем дальше. Состояние травмированных игроков каково? Ну, Сергулеву дали поберечь себя. Потому что он получил травму прямо накануне игры. И я думаю, что он бы нам бы или не помогал Зуков. Но тоже ситуация такая не очень хорошая пока. Пусть нужны в лечении. В течение восьми дней Сатон проведет два матча на синтетике, на кубок в Коломне и Зуркаль. Как команда готовится? Ну, будем просить Каратова. Постараемся. Хотя бы предыгровой день. Потому что, ну, показал, даже Рязань все равно. Отскок в другую полю. Ну, чуть-чуть, наверное, приспособиться. Вопросы еще, пожалуйста. Спасибо. Победа. Спасибо.